помогать каналу материально делать это можно единственным способом перечисляя деньги на расчетный счет который мы указываем в каждом нашем выпуске вступительное слово губернатора было путаным и сумбурным он то восхищался масштабами строительства склада китайских товаров то поздравлял марго болычева с наступившим 30-летием а то и вовсе пускался в пространные рассуждения и восхищение строительством в чистом поле визит центра пока еще не существующего музея кочевых цивилизаций чувствовалось что хабиров искал способ заполнить время но ни в коем случае не упоминать о своем провале на ниве его личной борьбы с экстремизмом история с постановочным героизмом хабирова очень уж негативно срезонировала в обществе на прошлой неделе этот провал необходимо было хоть чем-нибудь замаскировать но кое-как получилось в конце концов хабиров безысходно присел на любимую башкирскую лошадку заговорил о грядущем на этой неделе межгалактическом фестивале башкирский конь а министр сельского хозяйства фазрахманов охотно поддержал тему рассказал что башкирская порода лошадей успешно запатентована и для ее исследования организована с целое научно исследовательское учреждение под названием башкирская лошадь правда специалисты в области патентного права подвергли сомнениям достижения господина фазрахманова и говорят что запатентована вовсе не порода а всего лишь ареал происхождения в этот раз хабиров решил не заслушивать подробные доклады о состоянии в жкх и чс но отдельно потребовал краткого отчета господина клебанова о смертности на дорогах судя по всему в голове губернатора плотно засела тревога об этих показателях смертности в дтп и вообще эффективности этого самого клебанова александр владимирович бодренько доложил с места что по смертности дескать идем с минусом правда не очень было понятно с минусом жизни или с минусом статистики к прошлому году хабиров в ответ посетовал что его прекрасной процветающей республике показатели средней продолжительности жизни портят граждане безответственно гибнущие на разбитых дорогах клебанова безнадзорно тонущие в водоемах по пьянке ну или горящие в избах действительно такой безответственный безоглядный какой-то разухабистый попался народец нашему чудесному губернатору отдельно отмечу что в очередной раз и уже больше месяца на оперативных совещаниях ни слова не прозвучало о ремонтах дорог хотя все сроки по ямочным ремонту нанесению разметки там каким-то там вот этим входящим дорогам все сроки давно вышли первым докладом оперативного совещания был доклад о ситуации в сельском хозяйстве республики и и действительно ситуация в этом самом сельском хозяйстве весьма тревожная доклад делал министр сельского хозяйства ильшат илдусович фазрахманов и он нам рассказал по сути очень неприятные вещи хотя согласитесь последние месяца может быть даже и годы рассказывать что-то нехорошее и плохое радио фаритовича было как-то не принято но видимо ситуация так плоха что пришлось сделать это так вот на данный момент убрано 18 процентов посевных площадей и собрано примерно 700 тысяч тонн зерна что дает прогноз урожая 3,9 тире 4 миллиона тонн а это падение на 22 процента по отношению к прошлому году заготовкой кормов дела обстоят еще хуже если год назад уверенно рапортовали о двухкратном запасе кормов которые собирались и в общем-то заготовили то в этом году осторожно надеяться на однократный запас судя по всему зерновые игры владимира путина отрицательно сказались и на ситуации в республике башкортостан российское зерно заблокировано внутри страны и цена на него сложилась на самом деле мизерная в рб скопился остаток аж в полтора миллиона тонн прошлогоднего зерна и его не могут продать сплошные убытки сельскохозяйственной техникой вовсе все сложно фазрахманов отметил что средняя нагрузка на один комбайн составляет 440 гектаров пассивных площадей при том что норма составляет 350 гектаров даже странно это слышать тот же самый фазрахманов четыре года подряд трубила рекордах лизинговых закупок сельхозтехники в республике что же произошло дизельное топливо у коварной башнефти для сельского хозяйства подорожала аж на 8 тысяч рублей за тонну а бензин марки а и 92 и вовсе в полтора раза от цен первоначальной договоренности это несомненно обрушит рентабельность сельхозпроизводителей об этом тоже с печалью в голосе сообщил господин фазрахманов а еще в двадцати шести районах республики башкортостан объявлена чрезвычайная ситуация по засухе но шустрый фазрахманов уже подсчитал уже есть один миллиард убытков непрозрачно намекая что пересохшие закрома его министерство пора освежить бюджетными вливаниями выслушав этот по сути неутешительный доклад министра сельского хозяйства хабиров мрачно пожелал успехов аграриям и заявил что все равно мы ждем урожай обсудили в этот раз и готовность средних учебных заведений к новому учебному году илшат азаматович тажидинов не часто в последнее время появляющийся в эфирах оперативных совещаний как ответственный за госпрограмму капитального ремонта школ доложил что все 70 школ республики башкортостан вошедшие в эту грандиозную программу будут готовы к первому сентября и вообще он уже освоил более 70 процентов бюджета этой государственной программы так что дорогой ради фаритович ни о чем беспокоиться не должен министр образования и был отхажин который уже одной ногой стоит в госсобрании доложил что в республике башкортостан школы в этом году пойдут 528 тысяч школьников а всего пригодных для работы школ в республике башкортостан 1218 напомню 70 из них подверглись капитальному ремонту причем 58 процентов школ из этой 1218 на данный момент по сути допущены к эксплуатации оставшиеся 42 процента то есть более 500 школ наверное успеют покрасить как минимум с фасада к первому сентября в связи с тем что история великой россии последнее время подверглась очередному переписыванию и соответственно переизданы были из учебники истории господин хажин за бюджетные деньги закупил новые учебники истории чем несомненно оградил детишек республики башкортостан от тлетворной и лживой теории существования например в 9 11 веках киевской руси естественно отныне любая русь может быть только московской кстати сказать учебники истории переписывал лично владимир мединский и мне отлично стало интересно что теперь там написано в этих учебниках наверное я в ближайшее время отправлюсь в книжный магазин куплю новый учебник истории для 11 класса им поинтересуюсь что же там теперь написано продолжая свой доклад господин хажин с нескрываемым восторгом сообщил радио фаритовича о судьбоносном решении владимира путина и государственной думы теперь труд детей в школах и на участках вокруг этих школ станет не просто желательным а обязательным и разрешение на привлечение деток к труду у родителей получать вовсе не обязательно но в некоторых странах это называется принудительный труд у нас в россии это так не называется но по сути таковым является ждем собственно тревожных сообщений о том что детки успешно трудятся на огородах директоров интернатов моют полы в их квартирах ну так как примерные было например в ашимбай восьмидесятые годы в общем и целом готовность школ к первому сентября была признана удовлетворительной напомню что господин хажин министр образования республики башкортостан действительно готовится уйти в депутаты госсобрания ему судя по всему пофигу что там будет дальше и и любопытно было бы узнать кто придет ему на смену практически все международные дружбы которые буйно организовывал на протяжении последних четырех лет ради фаритович оказались пшиком казахстан отказывается дружить деньгами ссылаясь на санкции армения дружит только за деньги в обмен на поддельную лиственницу а иранские партнеры давно не берут трубку ну печалька как говорится и скука но дорогой ради фаритович не унывает в конце оперативного совещания он объявляет что 26 августа станет теперь днем республики башкортостан в санкт-петербурге и карусель завертится снова самолетами полетят в культурную столицу чиновники и придворные кураисты наполнятся люксовые питерские отели и забегают по невскому проспекту элитные эскортницы стуча тонкими каблучками в общем все как нам нравится весь веселье перенесется на берега не вы главное чтобы все опять каким-нибудь формам не обернулось у нас здесь башкирии стоимостью в один-два миллиарда рублей разбитые дороги обманутые дольщики и диабетики без инсулина они же привыкли они же подождут в крайнем случае им в утешение может быть раздадут новейшие истории учебники истории можно будет хоть чем-нибудь гордиться например великой московской руси и